Всем привет дорогие зрители! Я рад вас приветствовать на новой обучающей программе интернет-магазин за час. На этой программе мы создадим с вами современный полнофункциональный интернет-магазин, который отвечает всем стандартам. Он более-менее такой стандартный, более-менее приемлемый магазин. Но если вы хотите создать высокофункциональный, такой мега стильный и очень сильно профессиональный, с различными фишками, то есть такой магазин был весь функционал, были все различные элементы, которые могут быть только в интернет-магазине, чтобы там были, например, фильтры или опции, по которым клиент мог фильтровать ваш товар в зависимости от характеристик товара. Например, если это одежда, можно было фильтровать по материалу, по различным размерам, по цветам, то я вам советую пройти мою новую флагманскую обучающую программу, в которой вы можете рассчитывать на мою полноценную бесплатную помощь вам, в которой я лично смогу вам помочь и лично поработаю с вами. Если вас интересует эта обучающая программа, то ссылка на эту обучающую программу будет в описании. Вы там можете зайти на сайт и подробнее посмотреть про мою, я вот подробно ознакомиться с обучающей программой WordPress революция версия 2.0. Но если вы хотите создать нормальный обычный такой рабочий магазин, в котором будет весь стандартный функционал, то вам вполне хватит и этой обучающей программы. В общем, мы начинаем. У вас для того, чтобы приступить к настройке своего интернет-магазина, уже должен быть домен, установленный на этом домене хостинг, подключенный к этому домену хостинг и установленная CMS WordPress на вашем хостинге на том домене, на котором вы хотите создать интернет-магазин. Если вы не знаете, как это все сделать, напишите мне и я вам помогу, расскажу или что-то посоветую. Итак, в описании ко всем урокам будет под видео ссылка на демонстрационный сайт, то есть, например, того интернет-магазина, который мы с вами создадим. Для начала нам нужно установить тему оформления. Для этого, находясь в консолье редактирования, вот то есть в таком окне, наводим на внешний вид, выбираем темы, здесь кликаем наверху добавить новую, здесь в поле поиска вводим название на английской раскладке Access и вот она эта тема оформления, наводим на нее, кликаем установить. Тема оформления нашего устанавливается, она установилась, кликаем активировать теперь. Все, тема оформления установлена, теперь нам нужно установить все необходимые плагины, для этого переходим во вкладку плагины, ну давайте установленные перейдем у вас, по умолчанию имеется два шаблонных плагина, я их не использую, но многие говорят, что вот этот антиспанс лучше всего использовать, ну и в принципе можете сделать как вам удобнее, я просто их удалю, выделяю сверху эти два плагина и выбираю в действиях удалить и кликаю поприменить. Итак, пока плагины удаляются, все удалены. Во-первых, нам нужно установить плагин, который сделает из вашего обычного сайта интернет-магазин, для этого, для того, чтобы перейти в панель добавления новых плагинов, кликаем по кнопке добавить новый, здесь в поле поиска вводим название первого вукомерса, именно этот плагин позволяет сделать из вашего сайта интернет-магазин, кликаем установить, сейчас внимание, обязательно после того, как сейчас плагин установится у вас, вам нужно его сразу же активировать и перейти в мастер настройки этого плагина, если вы это не сделаете, то у вас магазин некорректно установится и ваша дальнейшая работа не будет иметь никакого смысла, активировать кликаем, открывается в помощник, выбираете страну, вводите, вам нужно заполнить все эти поля, адрес, город, почтовый индекс, но я сейчас заполнение возьму, вот у меня адреса вставил, теперь здесь выберите валюту, выбираете, вводите, здесь я ввожу рубль, вот российский рубль выбираю, вы также здесь выбираете, что вы будете продавать, физические или цифровые товары, физические, цифровые, у меня будет магазин надежды, поэтому выбираю продавать физические товары, можете поставить здесь галочку, если будете самостоятельно все продавать, но это не особо, не особого влияния не играет, и кликаем по кнопке поехали, продолжить, здесь убираем активность PayPal, все, и кликаем продолжить, все опции интернета, магазина в плане доставки оплаты мы настроим на последнем уроке, но здесь также просто везде поставьте любую сумму, там в двух местах, я ставлю сюда 300 рублей, потом мы это все донастроим, кликаем продолжить, здесь кликаем пропустить этот шаг, и еще раз пропустить этот шаг, все, плагин этот наш установился, теперь кликаем перейти в консоль, снова давайте на выводим на плагины, и выбираем добавить новый, у вас под видео будет инструкция со всеми плагинами, которые необходимо установить в интернет-магазин, давайте во-первых установим плагин по созданию различных кнопок, Max Button называется, он называется Max Button, ждем, вот этот плагин, установить, дальше, и пока не активируем, пока просто устанавливаем все, все подряд, пока устанавливаем плагины, потому что нам нужно было только WooCommerce сразу активировать, для того, чтобы все корректно, для того, чтобы у нас корректно запустился интернет-магазин, теперь давайте найдем плагин по созданию всплывающих окон, он называется PopUpMaker, там будет такой зеленый, я как бы ключ, вот он, установить, теперь давайте создадим плагин, с помощью которого, с помощью которого мы будем создавать форму обратной, форму обратной связи, VP Forms он называется, я считаю это лучшим плагином, и он явно у Contact Form 7 выигрывает, но там есть некоторые преимущества у Contact Form 7, но они не очевидны, вот он этот, вот он этот плагин с медведем, установить кликаем, теперь давайте найдем в плагин Advanced, который позволит, который позволит расширить вашу панель редактирования текста, на страницах карточки товара, на обычных страницах, также в записях, вот он этот плагин Advanced с карандашом, устанавливаем его, также давайте найдем плагин, который позволит к нашим пунктам меню, навигационного меню, добавить иконки, называется он Menu Icons, вот он этот плагин, установить, также давайте добавим плагин, который позволит настроить поля, которые будет заполнять клиент при оформлении заказа, он называется Safari, вот он этот плагин Safari Wacommerce Russia, установить, теперь нам нужно найти плагин, который позволит создать слайдеры для второстепенных страниц, вот он этот плагин, установить, также нужно добавить плагин, который сможет сделать наше меню, навигационное, липким, для того, чтобы им можно было воспользоваться при прокрутке вашей главной страницы, или вообще любой страницы, вот так вот, стики, вот он этот плагин, установить, и нам нужно еще поставить плагин, который позволит собрать некоторые наши второстепенные страницы с помощью конструктора специального, этот плагин называется Elementor, очень знаменитый плагин, это был последний плагин в нашем списке, сейчас он установится, и мы его должны будем активировать сразу же, кликаем активировать, давайте перейдем во все плагины, выделяем все плагины, кликну вот сюда, видите, все плагины выделились, теперь снимаем галочки с чекбоксов у тех плагинов, которые уже у нас активны, они выделены таким голубым цветом, раз снимаем, и два снимаем, то есть два плагина у нас были уже активны, и внизу вот в действиях выбираем активировать, и кликаем по кнопке, и кликаем по кнопке применить, кликаем скип, все, в консоль переходим, все, мы тему установили, и настроили, и установили наши плагины, теперь нужно перейти к последующей настройке нашего магазина.